Всем добрейшего времени суток, с вами свет не без фото жизни, сегодня будем немножечко разбираться в том, что у нас есть в игре еще. Опять же данный гайд для новичков, не рекомендую смотреть тем, кто же полностью разобрался в игре, просто потратите свое время. Отлично разобрались, поехали. Первое, перед входом в бой убедитесь, что у вашего персонажа нет отрицательных эффектов по типу перелома или кровотечения, и полные очки здоровья, полностью заполнены магазинные коробки и целая прочность у брони и шлема. Также не забывайте с собой брать все вещи, которые вам понадобятся, если у вас будет перелом, потеря здоровья, кровотечения или же отсутствие прочности полностью у какой-либо конечности. С этим разобрались. Следующее. Механика, перезарядка. Во время боя, когда идет перезарядка, в первую очередь перезаряжается магазин с n-ым количеством патронов, если оно не равно нулю тот, который левее. А именно, в данный момент будет перезаряжаться на данный. То есть, сейчас объясню фишку. Когда вы производите перезарядку вручную, то нужно быть очень аккуратным, так как магазинная коробка в карманах будет использоваться та, что левее. Если в ней n-ое количество патронов, и оно не равно нулю. Что означает, что если в магазинной коробке даже два патрона, то будет заряжена именно она, что потратит 2-3, а иногда даже и 6 секунд вашего личного времени. Если вы понимаете о чем я, из чего делаем вывод, что нужно оперативненько заполнять магазинную коробку патронами, или же менять их местами. То бишь, допустим, представьте, что вот в этой магазинной коробке два патрона, а в этой 30. Просто поменяли местами, и теперь у вас будет заряжаться та коробочка, в которой 30. Все, разобрались. Так, 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 так. Так, следующее, третье. На данный момент персонаж представляет собой целостный объект, при попадании в который урон будет распределен абсолютно случайно. Из чего делаем вывод, что на данный момент не нужно выцеливать исключительно голову, а главное попасть в силуэт. Четвертое. Смерть наступает при полной потере очков здоровья, либо у головы, либо у ног и туловища. Что означает, что можно жить с полностью отсутствующим запасом здоровья у ног или у тела. Но при потере жизни, так, но при потере жизни, так, но при потере жизни, жизни боеспособности, что у меня за слово такое жизни боеспособности, этих двух участков наступает смерть. Пятое. При выборе оружия не лишним будет подсчитать ДПМ у самого оружия. Для этого умножаем урон на количество выстрелов в минуту, то есть на параметры скорострельность, и получаем урон в минуту. Кому интересны более подробные характеристики, то можете также дополнительно вычесть время на перезарядку магазинной коробки, которую вы используете, и получить фактически ДПМ вашего оружия. А на этом все. Благодарю за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Всем добра.